Дисбактериоз или нарушение микрофлоры кишечника, пожалуй, едва ли не более распространенное состояние, чем насморк. В российской академии наук подсчитали, что те или иные проявления дисбактериоза наблюдаются у 9 людей из каждых 10. Кому-то эти нарушения мешают жить, а кому-то практически нет, все зависит от того, насколько силен в организме дисбаланс. Собственно, дисбактериоз – это как раз дисбаланс, нарушение количественных отношений разнообразных микробов, живущих внутри нас. В норме в кишечнике живет определенная доля полезных для нас микробов. Они участвуют в работе иммунитета, помогают переваривать пищу, фильтруют токсины, регулируют обмен веществ и выполняют еще множество функций. Но при этом часть микробов представляет собой условно-патогенную флору. То есть если их становится больше какого-то определенного числа, а полезных, соответственно, меньше, человек заболевает. Сам по себе дисбактериоз кишечника – не болезнь. Это всегда вторичное состояние, сигнализирующее о том, что с человеком что-то не так, но поскольку свойственные дисбактериозу симптомы существенно ухудшают качество жизни, то применяется и симптоматическое лечение, то есть то, которое направлено на восстановление микрофлоры кишечника. Существует множество причин, по которым хорошая микрофлора толстого и тонкого кишечника может уступить свое место вредным микробам. Это могут быть экзогенные факторы, то есть те, которые связаны с внешними воздействиями на организм, так и эндогенные, какие-то внутренние нарушения, влекущие за собой дисбактериоз. К экзогенным факторам относят эндогенные факторы, это поскольку дисбаланс возникает в районе кишечника, то основные внешние проявления этого дисбаланса соответствуют признакам проблем с ЖКТ. Симптомы дисбактериоза у взрослых мужчин и женщин. Однако при диагностике дисбактериоза кишечника по симптомам, описанным выше, возникают сложности. Эти признаки могут говорить о наличии совершенно иных заболеваний или состояний, однозначно сказать по ним, что у человека проблемы именно с микрофлорой, нельзя. Скажем, нарушение микрофлоры кишечника у женщин может маскироваться под боли при менструации. Чтобы понять, чем вызваны подобные проявления, пациента направляют на анализы. Чтобы точно сказать, нарушен ли баланс микрофлоры у конкретного пациента, в нашей стране обычно просят сдать анализ КАЛА. Биоматериал при этом должен быть свежим, приносить его необходимо в стерильных баночках. Проще всего купить такую в аптеке. В течение двух недель до анализа нужно воздержаться от приема лекарств, содержащих живые бактериальные культуры, в течение 12 часов не принимать антибиотики, в течение 3-4 дней, слабительная, иначе анализ будет смазан, получить корректные данные будет нельзя. В других странах проводят также дыхательные тесты и дополнительные бактериологические исследования, но в России это не распространено. Сдать анализ на дисбактериоз можно как бесплатно в поликлинике, так и в коммерческом медицинском центре, это стандартная процедура. Проверка может занять до недели, иногда даже больше. По итогам проверки будет ясно, есть ли нарушения в нормальной микрофлоре кишечника, и если да, то насколько они серьезны. Выделяют четвертой стадии дисбактериоза, первая стадия легкие нарушения, небольшой дисбаланс, пациент испытывает дискомфорт, но не сильный. Вторая стадия, нарушения процесса выработки ферментов, неприятные ощущения усиливаются и учащаются, пациент жалуется на метеоризм, вздутие живота, боль. Третья стадия, размножаются болезнетворные бактерии, возможно присоединение более серьезных симптомов. Четвертая стадия, полезной микрофлоры почти нет, человек чувствует себя соответственно, общая интоксикация организма, проблемы с аппетитом и стулом. В особо серьезных случаях бактерии попадают в кровь, может начаться сепсис. На первой стадии дисбактериоз корректировать обычно не нужно, все может прийти в норму само, если соблюдать диету. В остальных случаях нужно обращаться к врачу. Итак, пришли результаты анализа, дисбактериоз в организме действительно есть. Как его лечить, подскажет врач. Он разработает индивидуальную схему терапии в зависимости от степени дисбаланса. В эту схему с вероятностью 100% войдет диета, нужно отказаться от продуктов, которые негативно влияют на микрофлору, и заменить их теми, которые для нее полезны, возможно, придется откорректировать режим питания, увы, у многих из нас он хромает. Из рациона придется убрать жирную пищу, фастфуд, полуфабрикаты, газированную воду. Добавить кисломолочные продукты, фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Кроме того, врач может прописать лекарства для микрофлоры кишечника взрослым, например, пробиотики или симбиотики, помогающие заселить кишечник полезными микробами. Для детей также существуют подобные препараты. Нарушение микрофлоры кишечника у женщин и мужчин лечится вполне успешно. Если ты подозреваешь у себя дисбактериоз, не нужно терпеть и ждать, что все само пройдет, обратись к врачу и наслаждайся жизнью без метеоризма и других неприятных проявлений проблем с микрофлорой.